Добрый вечер! Приветствую вас в новом выпуске еженедельной информационной программы по русски с немецким акцентом. У нас сегодня гост на связи в Москве, русский журналист, телеведущий канала Дождя Константин Экерт. Приветствую вас, Константин! Приветствую, Борис! Константин, тут была такая история. Я смотрел фильм в австрийском телевидении. И фильм этот был, на мой взгляд, очень такой пропагандистский, пропутинский. Там даже речь шла о том, что вот крусины в 2008 году напали на соседскую Россию, на маленький город в России, что полный бред. И я очень удивился вас там видеть. Я сразу думал, это только может быть недоразумение, потому что то, что вы там говорили, очень не похоже на то, что вы обычно говорили. Там искажали то, что вы говорили. Как это все случилось? Надо сказать, что исходный этот фильм был снят французским теледокументалистом господином Каре. И он до этого был известен как раз как критик Кремля, критик политического режима в современной России. И интервью я давал каналу Франс 2, но я даю довольно много интервью, поэтому и в точный момент, когда я его давал, я вспомнить не могу. И однозначно только понимаю и помню, что говорил я о том, как Путин и Кремль воспринимают интеллигенцию. То есть в фильме есть только одна цитата моя, и эта цитата дана абсолютно без объяснения, что это не мое мнение. А так я вижу мнение Владимира Владимировича и его команды по поводу протестов в Москве в 2011-2012 году. И чего себе? Таким образом, я звучал как человек, который, с моей точки зрения, объяснял французской, ну и, соответственно, теперь уже австрийской публике, как думают, как видят развитие событий в российском обществе в Кремле. А получилось, что я как бы подвергаю критике российских оппозиционеров, людей, которые вышли на улицы, и делают это в такой крайне едкой сатирической форме. Я был крайне удивлен таким монтажом, который достоин, скорее, там, я не знаю, современного Первого канала или так называемых расследований НТВ о российской оппозиции. Но вот, увы, так сложилось. То есть я вас правильно понимаю, что вы говорили, вот так это Путин видит, а они потом это выложили, как будто это вы так видите. Абсолютно верно. Это сильнейшая манипуляция, это просто, это вообще вопающее нарушение. Вы хотите что-то делать? Все-таки это общественное, то есть почти что государственное австрийское телевидение. То есть вы это оставляете так? Австрийское телевидение, надо сказать, что австрийское телевидение просто-напросто, как я понимаю, в рамках европейских обменов. Обменов, вероятно, European Broadcasting Union, такая организация, позволяет обмениваться своими материалами различными европейским телеканалам. Мне кажется, австрийцы просто взяли этот фильм у французского канала France 2. И я думаю, что именно к генеральному директору этого канала у меня есть определенные претензии. Я подумываю о том, что, может быть, написать об этом на Фейсбуке. Посмотрю, с другой стороны, может быть, такая история важна тем еще, что на самом деле речь не идет не только о том, что думает журналист. Предположим, журналист изменил свое мнение и решил рассказать всем, какая чудесная политика у Кремля. Но делать это путем подлога, путем такой манипуляции, я никак не мог ожидать, что столь уважаемый телеканал пустит в эфир такое манипулятивное кино, которое, насколько я понимаю, в странах Европы, не столько даже из-за моей цитаты, будет восприменто именно, так сказать, как оправдание, причем такое очень убедительное оправдание внешней политики Кремля. То есть это то, что уже сегодня в современном русском языке стало называться понятием ферштейрства. То есть мы понимаем, конечно, как тяжело Владимира Владимировича управлять такой большой империей. «Русский царь вернул Россию на карту Европы». Все это мы много-много-много раз слышали, и все эти стереотипы про Россию, которые не подходят к демократии, а подходят только к НУТ, они, конечно, только укрепляются путем работы, как теперь выяснилось, французских коллег. То, что теперь, очевидно, для меня с этим телеканалом закончены любые отношения, не сказать, что они были очень частыми, периодически какие-то интервью я им давал, это, естественно, уже тоже для меня решенный факт, потому что позволять так использовать свое имя я не могу. Это ужасно. А вы как раз говорили про фождество, тут новый случай этого. На этой неделе наш немецкий министр экономики, который очень тесно связан с Герхардом Шройдером, бывшего канцлера, ныне сотрудник Газпрома, она выступила, называла американские санкции нарушением международного права, и в русских СМИ, я теперь читал, что там говорят, что немецкое правительство объявило санкции США незаконными. То есть, это такая подача из Германии для такого немножко искаженного взгляда. Как ты смотришь на такое заявление нашего министра экономики? Ну, смотрите, это же не первое такое заявление, исходящее из недр, из глубин федерального правительства в Германии. Мы слышали это в свое время от Зигмара Габриэля. Мы слышали это от других представителей, особенно социал-демократической партии, например, от нынешнего федерального президента Штайнмайера. Наконец, мы слышали это от господина Зейхофера, премьера Баварии, хотя, может быть, и в меньших масштабах он не так часто об этом говорил, хотя часто ездил в Кремль, почему-то надеясь, что именно он сможет убедить Владимира Владимировича увидеть свет и истину. Но вообще-то, так сказать, к этому привычка уже сложилась у тех в России, кто наблюдает за международной жизнью. С другой стороны, понятно, что все эти заявления не будут оформлены, как государственная политика, пока этого не захочет весь кабинет и не захочет этого канцлер Меркет. Но, конечно же, ясно, что нынешние американские санкции, если они будут реализованы в том виде, в каком они, по идее, могут быть реализованы, судя по тексту, который я прочитал довольно подробно, хотя это не самое простое чтение. Так вот, эти санкции, конечно, по тем компаниям, которые хотят продолжать сотрудничество с Кремлем в обход санкций, нанесут очень серьезный удар. Они очень серьезный удар могут нанести по проекту Nord Stream 2. И вот это, конечно, я так понимаю, вызывает большую панику. И я, честно скажу, уверен, что Кремль ответит на вот эти санкции. И я уверен, что это будет так, как сделано в стиле, который в Кремле и на Смоленской площади любят называть асимметричным. Понятно, что Россия не может ввести, например, какие-то большие экономические санкции против Соединенных Штатов, не нанося себе большой ущерб. А даже икрой больше всего особо нечего перестать продавать. Уж не так, что русские товары очень популярны в Штатах. Да, совершенно верно. Ну, можно, конечно, попытаться создать препоны для работы таких компаний, как, скажем, Exxon в проекте на Сахалине или Boeing. Но это будет то, что в английском языке, в американском варианте, английском особенно, называется выстрелить себе самому в ногу. То есть себя самого и ранить. Однако, я думаю, что асимметрия, конечно, будет. И будет она сводиться далеко не только к высылке дипломатов и, так сказать, блокировании американской дачи в Москве. Я думаю, что ответ будет дан и на Украине, потому что, я думаю, в конечном счете, российско-украинский конфликт будет разморожен в Донбассе. Я думаю, что ответ будет даваться, возможно, в Сирии или даже в Ливии, где Россия пытается найти общий язык с генералом Хафтером. Но, что еще очень важно, я уверен, что сейчас огромные силы будут брошены на создание антиамериканской, дополнительной антиамериканской волны в дружественных России средствах массовой информации в Европе. Дружественные политики будут всячески настраиваться для того, чтобы сказать, что вот как раз американцы все сделают крайне незаконно. И, разумеется, разного рода бизнес-ассоциации получат дополнительный импульс, дополнительные какие-то стимулы из Москвы для того, чтобы протестовать против этих американских санкций. Я уверен, что мы в ближайшее даже время увидим такой возврат к традиционным еще с брешневских времен политике вбивания клина между Соединенными Штатами и Европой. Скажу вам одну вещь, Борис, мне кажется, это довольно интересно. Я почти уверен, что очень скоро не только Америка как таковая, но, наверное, и Дональд Трамп станут очень плохими в глазах российской пропаганды. Вот до этого была какая-то определенная сдержанность, и до сих пор такая линия выдерживается, что Трамп-то, в общем, очень хотел бы наладить отношения, он прекрасный человек, но очень слабый. Хочет, но не может, как импотент. Да, и его держат там за паковых практически, там, не знаю, ЦРУ, масоны и разные другие нехорошие люди. Так вот, я думаю, что постепенно вот этот образ будет сменен, потому что совершенно очевидно, что Трамп, работая в рамках американской системы, как бы к нему не относиться, вернется фактически к традиционной политике сдерживания, которая, по-моему, сейчас знаменует такое почти официальное возвращение такой холодной войны-2, как я бы сказал. Так, Константин, то, что вы говорите, что будут такие ответы, это мы же уже видим, министр экономики наш это высказывал. И более того, на этой неделе было очень удивительно. Компания Wintershall, это дочка немецкого химического предприятия BASF, она очень крупный там производитель в энергетическом секторе, и они оплатили опрос общественного мнения. На этой неделе он был опубликован, и большой заголовок, что там чуть ли не больше 80% немцев предпочитают русский газ, американскому, и что они вообще считают, что мы должны в вопросах энергетики ближе сотрудничать с Россией, чтобы полностью противоречить политике ЕС и, в принципе, официальной политике немецкого правительства. Так что я думаю, это уже тот шаг, один из тех шагов, о которых вы говорили. Разумеется, но мы в России прекрасно знаем, как проводятся опросы общественного мнения. В том случае, если нужно получить конкретный результат, известно, как можно задать вопрос. Вопросы задаются так, чтобы подвести к определенному ответу. Действительно, это противоречит давней линии Европейского Союза и, собственно, на федеральном правительстве канцлера Меркель. Еще со времен вспомним российско-украинских энергетических, политико-энергетических, конечно, кризисов. В эпоху президента Ющенко был такой. Так что, мне кажется, это, конечно, очень манипулятивная история. И я уверен, что это будет, конечно, продолжаться и нарастать, эта волна. Особенно в странах, где существует серьезный тренд в пользу вот такого взаимопонимания, скажем так, с Кремлем. Мне кажется, история с компанией «Сименс», которая внезапно обнаружила, что ее турбины оказались не там, где нужно. Хотя должна была, мне кажется, подозревать, что это должно произойти. По крайней мере, какой-то due diligence делать надо. Я сам работал в корпоративном секторе. Скажу точно, что так, чтобы «Сименс» не представлял себе, что такой вариант может быть, это практически невозможно. У него неплохой департамент government relations, который должен посоветовать руководству компании, что такой вариант возможен. Они же не первый год замужем. Да, они первый год работают в России, не первый год замужем. И должны, вот эта вся потом история, знаете, ой, знаете, а мы не знали, мы не заметили, не понимали, что такое, где Крым, какой Крым. Это, конечно, не очень убедительно. И сейчас все эти судебные иски и так далее, это выглядит, конечно, попыткой спасти лицо. На самом деле, это очень похоже на такую, что разговор был приблизительно такой. Знаете, если у вас получится перевести турбины, тогда мы ни при чем. А если, так сказать, скандала не будет, то тогда мы там вам поможем. Но мы им их продадим в любом случае. Поэтому, ну, это мое личное подозрение. Я могу высказывать свое такое предположение. Я не могу никак это подтвердить. Но я бы не исключал такой версии, сформулируем так. Ну, это звучит достаточно правдоподобно. Очень интересно, что в Германии это не вызвало большого общественного резонанса, то есть, как бы такого особого возмущения не было. И вообще это грустно, потому что, видать, немецкая экономика, она уже не та, за которой раньше укрепилась такая репутация, что они такие точные, такие честные. Потому что в Германии же сейчас был громаднейший скандал насчет этих сговоров между большими немецкими производителями машин. Там они создали картель технический. И, видать, не только в обращении и в бизнесе с Россией есть такие черты, что любят обманывать. Но это уже о Германии. Мы давайте перейдем поближе к вам в Москву. Там на этой неделе Владимир Владимирович, национальный лидер, встречался с лидером коммунистов, со Сугановым, и обещали ему, что не будет Ленина перехоронить. Первый мысль у меня была какая счастливая страна, когда там главная тема для коммунистов, как людей накормить, цены на продовольствие, то надо ли Ленина перехоронить или нет. Но мне очень интересно, как Путин лаврирует в этом. Он с одной стороны стоит за очень такой дикий капитализм, монопольный даже, а с другой стороны Ленина оставляет. А почему он сейчас именно эту тему поднял? Чтобы люди не думали о том, что холодильники все пустые, пустые и пустые. Смотрите, Борис, ну, во-первых, я бы не сказал, что в России существует дикий капитализм. В России существует дикий государственный капитализм. Это да. Дикий капитализм в его классическом варианте, то есть без государства, очень быстро покончил бы с этой системой. В этом я как раз не сомневаюсь. Это правда, да. Но вот что касается Ленина, вы знаете, так сказать, мне кажется, это нужно связать с вообще юбилейным годом 2017 года, сто лет со дня большевистского, со времени большевистского переворота, года двух революций, февральской, октябрьской. Так вот, надо сказать, что весь этот год все пытались как-то понять, а власть как-то выразит себя, как-то отметит эту годовщину, которая, конечно, для какой-то части общества очень имеет позитивный характер. Многие люди, которые жили при Советском Союзе, считают Советский Союз своей страной, а 17-й год годом, когда эта страна родилась. Другая часть, конечно, меньшая часть общества считает, что это было чудовищной, я не скрою, принадлежу именно к ней, считает 17-й год и особенно, конечно, октябрь 17-го года чудовищной катастрофой, которая, возможно, навсегда покончила с исторической Россией. И именно после этого года 75 лет последовавших за ним это были годы голода, репрессий, военных авантюр и десятков миллионов загубленных жизней прежде всего. Так вот, власть российская, она очень боится, с одной стороны, занять позицию осуждения революции, потому что это ударит по ее позициям среди корневого электората Путина, людей с детским прошлым, людей, которым все это нравится. С другой стороны, она не может и похвалить революцию, потому что все-таки 17-й год коды революции. Сказать, что, в общем, ну и нормально, хорошо сделали, смели старый режим, это все равно, что с точки зрения, опять же, Кремля. Пригласить российское общество, значит, вот подумать о том, может быть, вот нынешних людей можно точно таким же образом сменить. Тем более, не будем забывать, Борис, мы с вами хорошо знаем, что призрак революции с 2004 года, с Киевского Майдана, первого, с оранжевой революции, витает в кабинетах Кремля и никуда не уходит. Там действительно боятся. И поэтому вот все эти разговоры с Зюгановым, все эти разговоры российского исторического общества, которое возглавляет глава СВР господин Нарышкин, о том, что нам не нужно радикализировать нашу общественную жизнь, нам нужно сделать выводы, которые будут нас примерять из вот этих всех событий. Это все из цикла «Давайте закопаем историческую память поглубже». И в этом смысле меня совершенно не удивляет история с Лениным, потому что Путин, естественно, упускает исторический момент захоронить вождя большевистского переворота и перевернуть советскую страницу. Но Путину это не нужно, потому что он, подобно, Борис, вашим соседям французам, знаете, у них же все прекрасно в истории. Мировинги, капитинги, бурбоны, все пять республик, значит, даже мировой войне они, в общем, победили, в конечном счете, хотя сначала сдалить. Так вот, Путин тоже хочет дать российскому народу такую официальную версию истории, в которой все прекрасно. И Рюрики, и Романовская империя, и Советский Союз, и постсоветская, значит, постсоветский период тоже весь прекрасен, а всю правду о большевистском режиме замести под ковер, что называется, спрятать ссор где-то. И поэтому все эти убеждения Зюганова и его электората, и поэтому и путинского электората, что успокойтесь, мы ничего не тронем, Владимир Ильич по-прежнему велик и хорош, это на самом деле для меня лично демонстрация полной общественной и исторической беспомощности нынешнего политического режима, его импотенции идейной, который ничего не может предложить, кроме вот этих вот призывов практически все забыть. Это кроме отдельных славных моментов. Ведь какие славные моменты в истории России с точки зрения Кремля? Это те моменты, когда люди жертвовали собой ради государства. Государство это все, человек это ничто. И вот это в общем нетрансформированное, неизмененное отношение к советскому периоду истории. Оно именно про это, про то, что человек в России всегда, всегда, всегда подотчетен, подвластен и в конечном счете полностью подконтролен государству. И это важнее любых смелых исторических шагов, для которых по-моему время уже пришло. Как Карик Аспаров говорит, что беда Путина в том, что он хочет править как Сталин, а жить как Апрамович. Как он в ноябре это противоречие тогда разрулит, потому что с одной стороны столетия, то есть эти люди как Сюганов и та часть электората, который, как вы говорите, все еще ностальгирует, безусловно, наверное, большая часть, они будут ожидать все-таки, что что-то будет, что какие-то официальные мероприятия будут, а с другой стороны, как вы правильно говорите, ему и тут не хочется позицию занимать. Как он разрулит эту ситуацию, на ваш взгляд? А я думаю, очень простым путем, Борис, все будет тихо. Годовщина пройдет, годовщина пройдет без особых эмоциональных всплесков. Я бы сказал, что даже 10 лет назад, в 2007 году, было больше внимания, когда была 90-я годовщина. Вот, по-моему, было больше какой-то активности, даже какие-то были там ментальные кино, какое-то было на государственном телевидении. Сейчас очень мало интересных проектов, кроме проекта такой как бы исторической социальной сети Михаила Зыгаря. Я больше не знаю других интересных проектов, посвященных этому году, потому что сказать нечего на эту тему. Вытесняют. Да, вытесняют, просто идет вытеснение. Но пока этот, пока не только 17-й год, но и советский период истории не получил продуманную общественную оценку, Борис, гражданская война в России на самом деле не закончена. Более того, мы видели в 2011-2012 году, возвращаясь к вот этой моей вырванной из контекста цитате в этом французском кино, разговор с которым мы начинали, что случилось в 2011-2012 году? Власть очень быстро переориентировала, ну, например, российскую провинцию, российский рабочий класс на ненависть к интеллигентам, там, я не знаю, правозащитникам, в общем, всяким столичным штучкам, которые там пьют кофе-латы, говорят по-английски и влюблены в Запад. Они не настоящий российский народ, а настоящий российский народ это Уралвагонзавод, разумеется, это ложь. Российский народ, он един. Но как легко вбивать этот клин, как легко одну часть общества натравливают на другое, мы увидели там, когда, 5-6 лет назад. И это и есть следствие незаконченной советской истории, это и есть следствие того, что Кремль не только боится, но и не хочет с этой историей разобраться, потому что придется дать моральную оценку ГУЛАГу, придется дать моральную оценку, грубо говоря, спецслужбистам, предшественникам нынешних правителей, поэтому я подозреваю, что нынешняя годовщина пройдет очень тихо, и шанс как-то заново посмотреть на последние сто лет, прежде всего для меня трагические сто лет русской истории, этот шанс будет упущен. Я тут полностью согласен, более того, я уверен, что не удастся в России строить настоящее общество, что не удастся примирить это общество, пока не будет обработана вся эта история, пока не будут обрабатывать этот ужас сталинского террора, который очень глубоко еще сидит, и где на одной стороне потомки жертв, а на другой стороне потомки этих палачей, и пока это все вытесняется, я думаю, это продит, и не дает этому обществу стать мирным и успокоиться. В Германии мы же это все проходили, и тут очень тяжело было, но мы постоянно этой темой занимаемся, я уверен, это единственный путь, и то, что Путин делает, на мой взгляд, это как будто на рану, когда там кной, когда кнаится рана, он эту рану просто старается сверху сокревать, и не обратит внимание на этот ной, я считаю, это трагическая ошибка, и я считаю, что это гибельно для России. Увы, наше время уже подходит к концу, спасибо огромное, Константин, что вы были сегодня с вами, я напоминаю вас, вы смотрели передачу по-русски с немецким акцентом, у нас сегодня на прямой линии московские журналисты, телеведущие телеканала Дождь, Константин Эгерт, спасибо большое, Константин. Спасибо, Борис, всегда рад. Спасибо вам, нашим зрителям, я напоминаю вас, что вы передачу можете смотреть не только по субботам в 20 часов 30 минут, но и на сайте телеканала РТВД, на сайте www.rtvd.de, на сайте канала в Фейсбуке и на Ютубе. Спасибо, всего доброго, до новых встреч в Фейсбуке.